Дом номер 40 по улице Гагарина яркий пример того, какими должны быть многоэтажки. От старого у него осталось лишь название – Комсомольский. Построенное еще в 60-х здание теперь отвечает всем архитектурным требованиям Олимпийской столицы. Косметический ремонт и замена кровли здесь были проведены в прошлом году. Еще год понадобился на то, чтобы искоренить привычку жильцов вывешивать белье за окна. Сейчас все поняли, что с лицевой стороны не стоит вешать и все. И дальше будем поддерживать, конечно, и призываю всех сочинцев отнестись к этому с пониманием, с уважением, следить, убирать, где-то возможно убрать, поддержать наш город. Не меньше усилий пришлось приложить сотрудникам администрации и представителям ТОСа. Только с начала года прошло 450 мероприятий, направленных на благоустройство и приведение к санитарному состоянию придомовой территории. Еженедельно специальная комиссия проводит обход микрорайона Гагаринский и беседует с жителями. Мы начинаем вот эту работу разворачивать, потому что все уже оборудовано именно с домовыми комитетами, с нашими жителями. В плане того, чтобы в период проведения Олимпиады и перед началом Олимпиады не, так сказать, белье вывешивалось на бельевых площадках, но, по крайней мере, на лицевую сторону это все не выходило. Такие мероприятия уже принесли свои результаты. Большинство домов по улице Гагарина освободились от бельевых кронштейнов и скинули с себя гирлянды из одеял, полотенец и одежды. Теперь жильцы сушат белье в квартирах либо на чердаках. А вот специальные бельевые площадки, установленные у каждого дома, пока спросом не пользуются. Видимо, на то, чтобы у людей появилась уверенность, что с их вещами ничего на улице не случится, нужно еще какое-то время. Как, кстати, и жителям других многоэтажек, которые так и продолжают портить фасады своих домов. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.